МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Помощь фронту в Сарове начала работу швейная мастерская волонтерского центра «Радость моя». Ленин пропал. Что случилось с памятником вождю у здания администрации? Все на хоккей. В эти выходные Саров скрестит клюшки с давним соперником командой «Старт» из Таншаева. Далее расскажем обо всем подробно. 31 октября в сети стали появляться фото с памятником Ленину. Фигура Владимира Ильича на постаменте наклонилась назад. Подписчики новостных пабликов писали, что вождь вот-вот упадет. На место выехали специалисты, но решить проблему сразу не удалось. Закладные пришли в негодность, что привело к потере жесткости конструкции, сообщил глава города Алексей Сафонов с соцсети. Выровнять и восстановить его на месте было невозможно, поэтому памятник Владимиру Ильичу отправили на ответственное хранение. Сейчас постамент пустует, однако вождь вернется на центральную площадь, утверждает Алексей Сафонов. Уже проводится детальное обследование, конструкция и разработка проекта восстановления, сообщил он. Краят под сумки и медицинское белье нарезают стропы и разбирают теплые вещи, пожертвованные добровольцем и мобилизованным. На базе волонтерского центра «Радость моя» начала работу швейная мастерская, в которой саровские волонтеры шьют вещи для фронта. На первой рабочей встрече побывала и наша съемочная группа. В одной части комнаты изучают технику изготовления медицинского белья для раненых. Рядом краят под сумки, чуть дальше нарезают для них стропы. Со стороны может показаться, что мастерицы занимаются этим давно, их движения четкие и слаженные. Но такая работа для них в новинку. Эти неравнодушные сыровчанки откликнулись на призыв о помощи волонтерского центра «Радость моя», который открыл на своей базе швейную мастерскую для помощи мобилизованным и добровольцам. На удивление, очень быстро и очень много горожан откликнулись сразу. Как только мы дали информацию о том, что планируем здесь открыть волонтерский центр и сбор помощи нашим военным, находящимся в зоне СВО, стали звонить, приходить, спрашивать, когда, что нужно. У людей большое сердце и очень многие желают как-то свою лепту какую-то вложить в это дело. Мастер-класс по шитью медицинского белья планируют записать на видео и выложить в общий чат волонтеров. Чтобы те, у кого нет возможности посещать мастерскую, могли работать дома. Также на базе центра собирают теплые вещи – жилеты, свитера, балаклавы, перчатки, носки, толстовки. Помощь приходит не только из Сарова, но и с окрестных деревень. Например, большая партия вещей пришла из села Бахтызина Вознесенского района. И меня удивило, что они так быстро, целую машину меня собрали буквально за один день. Я им хочу передать огромную благодарность. То есть здесь теплые вещи, химия для ребят, сигареты, которые, конечно, как мужчина, тоже можно сказать, то есть тоже не скину. Толчком к созданию швейной мастерской в нашем городе стало общественное движение «Золотые руки ангела», которые занимаются изготовлением тактических носилок для фронта более чем в 85 городах России. Такой центр есть и в Дивееве. Именно дивеевские мастерицы поделились своим опытом с саровскими добровольцами. С каждым днём круг саровских волонтёров всё шире. Сейчас к этому доброму делу решил присоединиться и технопарк. Сейчас поговорили с руководством данного центра. Постараемся купить им необходимые материалы, чтобы женщины могли обшивать наших воинов и для госпиталей. И тех, кто у нас на переднем крае находится, приезжали из дивизии, все показали, что мы можем какую-то мебель передать для организации здесь учебного процесса. В общем, подключаемся, предлагаю всем подключиться к этому благому делу. Встречи со старшими в мастерской будут регулярными не менее двух раз в неделю. В остальное время волонтёры будут работать самостоятельно как дома, так и в мастерской. Дополнительную информацию о работе мастерской и о том, какая помощь нужна волонтёрам, можно получить по телефону 7 906 353 46 37. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. С 1 ноября тариф на проезд в муниципальных автобусах Сарова изменился. При оплате наличными цена одной поездки теперь составляет 30 рублей. При безналичном расчёте – 28 рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Получить выплаты из маткапитала можно будет на любого ребёнка в семье. Минтруд России разработал проект постановления, который определяет правила направления маткапитала на получение ежемесячной выплаты на ребёнка до трёх лет вне зависимости от очерёдности его рождения. Документ проходит общественное обсуждение. Сейчас получать ежемесячные выплаты из маткапитала можно только на второго ребёнка в семье. Деньги выплачиваются также до достижения ребёнком трёх лет. Размер ежемесячного пособия составит один прошуточный минимум на ребёнка. В России стартовал осенний призыв в армию. Обычно он начинается 1 октября, но из-за частичной мобилизации военкоматы были загружены, и призыв было решено отложить на месяц. На срочную службу поступят 120 тысяч человек. Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке в сроке, установленной законодательством Российской Федерации, подчёркивается в заявлении Оборонного ведомства России. Приют «Мурдом» ищут волонтёров. В последнее время к ним поступило много новых котов, уход за которыми требует большого количества времени. Приюту нужна помощь в уборке помещений и карантина в утреннее время с 9 до 12 часов, как в будние дни, так и в выходные. Дополнительную информацию можно получить по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. В Пушкинке стартовали мероприятия в дни осенних каникул. Библиотекари подготовили для ребят развлекательно-познавательную программу на каждый день. Встречи с юными читателями проходят как в центральном отделении, так и в структурных подразделениях библиотеки Пушкина. Осенние каникулы – хороший повод заглянуть в гости в библиотеку имени Пушкина. И не только за книгами. Пушкинка всегда готовит для ребят интересные встречи и познавательные игры. Первые мероприятия библиотеки в дни каникул посвятили Всемирному дню приветствия. Ребята учились правильно приветствовать людей и узнали о многообразии способов сказать своему ближнему «Здравствуй». Очень многие подростки, дети часто избегают этого слова, стараются не произносить его и считают, что это все в порядке вещей. И сегодняшнее наше мероприятие как раз было направлено на то, чтобы ребята осознали важность этого слова. У гостей мероприятия была возможность перенестись на несколько веков назад и изобразить, как раньше здоровалась светская дама, мушкетер и рыцарь. Также ребята, как настоящие актеры, пробовали показать различные эмоции при приветствии. Сегодня нам объясняли, что значит слово «привет», так сказать. В общем, нас спросили там вот, ну вот, было три предмета, и там надо было одна девочка, это была я, и два мальчика. Там надо было показать приветствие, как раньше здоровились. Мне понравилось это выступление в библиотеке. Оно очень классное. Советую прийти в библиотеку. Мне очень понравилось изображать там рыцаря. Это очень классно сегодня было. Библиотекари рассказали ребятам историю возникновения, необычного праздника. А сами юные читатели вместе со взрослыми поразмышляли о том, какую роль играют фразы «Привет», «Здравствуйте» и правила этикета в жизни человека. Дети читали отрывки из различных произведений и угадывали, какому персонажу принадлежат те или иные слова приветствия. Сюда можно пригласить друзей, тут не скучно. Тут никогда не бывает скучно. Каждый раз что-то новое обычно придумывают. Никогда ничего не повторяется, как я и помню. Можно всегда что-то новое узнать. Мероприятия в Пушкинке вне осенних каникул проходят каждый день в 14 часов, кроме воскресенья. Посетить их можно как в центральном отделении библиотеки, так и в ее структурных подразделениях. Для детей старше 6 лет. В молодежном центре прошла встреча с бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года по бадминтону в парном разряде Валерией Сорокиной. После беседы с участниками встречи спортсменка провела мастер-класс по бадминтону в спортивном зале. Призер Олимпийских игр 2012 года Валерия Сорокина родом из маленького поселка Решетихи Нижегородской области. Воспитываясь в спортивной семье, будущая олимпийская чемпионка всегда вела активный образ жизни. Когда в поселок приехали тренеры по бадминтону из Москвы, Валерия не упустила шанса попробовать себя в новом виде спорта. В нем она и задержалась на долгие годы. Валерия Сорокина – заслуженный мастер спорта по бадминтону, многократная чемпионка России и Европы. Самый большой ее успех – бронза в парном разряде среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Чемпионка вместе со своей напарницей принесли России первую медаль по бадминтону за всю историю проведения бадминтонного турнира на Олимпийских играх. Любой спортсмен стремится к этому. Это наивысшая цель у любого спортсмена. Это наивысшие соревнования, это самый высокий титул, который можно завоевать. Поэтому, да, это предел мечтаний многих спортсменов. За высокие достижения в спорте и большой вклад в развитие физической культуры и спорта Валерия Сорокина удостоилась медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В молодежном центре прошла встреча соровской молодежи с олимпийской чемпионкой. Бадминтонистка рассказала о своей жизни и спортивной карьере, поделилась секретами успеха, ответила на вопросы слушателей. После этого Валерия Сорокина провела для ребят полноценную тренировку, показала различные приемы и тактики бадминтониста. Хотелось бы показать, насколько он интересен, этот вид спорта, бадминтон, насколько он доступен. Сейчас его вводят в программу школьную, то есть для школьников это очень доступно. То есть вот, ну, хочется как бы показать, рассказать о нем. Это очень полезный вид спорта. Даже если у вас не будет серьезных медалей, этот вид спорта развивает все тело. Встречу со спортсменкой организовали в рамках проекта «Бадминтон. Спорт равных», который направлен на развитие физической активности у детей, в том числе с нарушением слуха, и их родителей. Проект победил на всероссийском конкурсе «Росмолодежь» и получил грантовую поддержку. Тренировочный процесс, он выстроен таким образом, что ребенок может вместе с родителем прийти и учиться играть в бадминтон. Они все делают вместе, сообща. И в конечном итоге на финише проекта будут организованы соревнования, где будут принимать участие и ребенок, и один член семьи, и профессиональный спортсмен. Тем самым организуют совместный досуг свой с детьми. И тем самым мы показываем, что бадминтон может быть не только как вид спорта, а как и общесемейное досуговое мероприятие. После встречи с саровчанами Валерия Сорокина раздала автографы и сделала фото со всеми желающими. Полное интервью с бадминтонисткой смотрите на канале «16» в программе «Без комментариев». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Новый хоккейный сезон 2022-2023 стартует в эту субботу. На нашем льду Саров скрестит клюшки со своим принципиальным соперником – командой «Старт» из Таншаева. Игра пройдет в 13.00. Подробности далее. На протяжении трех лет Саров проигрывал Таншаеву в полуфинале чемпионата высшей лиги. В прошлом сезоне давние соперники встретились уже в финале. Ледовая битва была тяжелой, но наша команда смогла вырвать победу и завоевала первой в своей истории титул чемпионов. Сможет ли старт отыграться в этом сезоне или Саров отстоит свой титул? Первая встреча команд состоится уже в эти выходные – 5 ноября в 13.00 на нашем льду. Уважаемые болельщики, пользуясь случаем, приглашаю всех посетить открытие сезона. Будет грандиозное шоу. Приходите поддержать, поболеть. Просто приятно провести время с пользой. И нам будет очень приятно. Команды-участники чемпионата равны, а потому предугадать исход сезона сейчас невозможно, считает тренер хоккейного клуба Саров Сергей Макеичев. Для нашей команды этот сезон будет куда более сложным, чем предыдущий. Сейчас им предстоит защитить титул чемпионов области. Игры команд соперников уже идут. Несмотря на то, что сезон только начинается, градус напряжения на ледовых аренах от этого ничуть не ниже, чем в финальных встречах. Интересные матчи были. 6-5. Полыскова отолел Сеченова. Очень приятный матч. Группа ВКонтакте есть, можно посмотреть. Не знаю, я думаю, что этот сезон приблизительно все одинаковые команды. Я думаю, что этот сезон будет намного тяжелее, чем в прошлом. Посмотрим. Состав не изменился, новеньких никого нет. Все те же самые. Будем защищать титул. 5 ноября, 13.00, Ледовый дворец. Первая игра Сарова в новом сезоне. Для хоккеистов очень важна поддержка болельщиков. Для тех, кто все же не сможет попасть на открытие сезона, мы будем вести прямую трансляцию игры на нашей странице ВКонтакте. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok